Потому что ни один российский губернатор сейчас не будет бодаться с федералами. Так начните снизу, вы там живете. Дайте этот посыл. Ну, если мне не изменяет память, у нас Москва практически на 40% состоит из доходов физических лиц. Да, по итогам 2018 года. 40-41% это НДФЛ. И если память не изменяет, 33% вот так вот. Это налог на прибыль. Поэтому мой вечный вопль, москвичи, вы кормите мэрию. Вы ее кормите. Давайте не через активный гражданин с его интересными подробностями, а как-то более вербально, вот можно я так скажу, да? Лицом к лицу, через живые контакты поговорим с мэрией. Вот вы приняли ваше решение инфраструктурное. Понятно, что всегда будут недовольны, только не в моем заднем дворе, кому-то там слишком близко будет. Но вы хотя бы объясните толком, что вы делаете. Деньги-то феерические. Хотелось бы пообсуждать, как там господин Бирюков с этими денюжками работает. А дальше. Хорошо. Хорошо. Работает хорошо. А хотелось бы подробностей. Вот понимаете, подробностей. Дальше. Если мы кормим Москву, то давайте вы будете делать какие-то контакты между активными, реально не активным гражданином, а группами граждан. Да, мы маленько скандальные. Да, мы не всегда умеем себя прилично вести. Но будем тренироваться с обеих сторон. Вы перестанете так отмалчиваться, а мы будем меньше скандалить. И, может быть, мы придем даже к консенсусу. Мечталось бы. Помните русский язык? Мы же не говорим прийти к консенсусу. Это не наше слово. Буржуйское. Когда пришлось пойти на компромисс, говорим мы. Слово компромисс у нас ругательное. Однозначно. А зря. Потому что компромисс к нему не пришлось, а он достигается. Это успех. Зря такой фатализм. Я понимаю тех, кто вот вам пишет. Потому что люди ведь все меряют рамками своей жизни. А в рамках своей жизни это процессы, которые могут перейти за эти рамки. Наталья Васильевна, в рамках нашей жизни мы точно умрем. Это правда. Более того, я, скорее всего, не доживу до внятных трансформаций. Но это же не значит, что их не надо делать. Ну вот буддисту я скажу просто. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот и все. Это другая позиция. Она активная. А если, опять-таки, пофантазировать и дать регионам больше полномочий к развалу страны, это приведет? Нет. Это приведет. Значит, исторически в России у нас никогда не было федерализации. У нас были периоды децентрализации. Это когда ослабевала просто верхняя центральная власть. И регионы крутились, как могли. До 90-х. Денег нет. Репрессивного аппарата путем нет. Ну, крутитесь, как можете. Ведь Ельцин сделал очень мудрую вещь. Он, не имея возможности ни подкормить, ни придавить, сказал, ну, берите вот, что сможете. Он назвал это суверенитетом, ну, дай бог. Ну, ладно. Короче, берите управление в свои руки. И получилось то, что получилось. Очень по-разному. Но в любом случае надо понимать, чего напрочь не понимает федеральная власть. Это потрясающе. Это удивительно. Никогда не бывает тотального единства интересов центра и регионов. Всегда, потому что у них действительно разные интересы. И ты должен приходить к некоему балансу. Этот баланс, это переговорная история. Это я не воткнул в тебя вертикаль, а ты сволочь будешь делать то, что я тебе сказал. Тогда эффективность уходит в минус. Потому что нормальные вертикали. Каждый исполнитель, он оппортунист. Тебе команду дали, ты правильно отчитался, залег в кусты. Главное, ничего не делать, чтобы не посадили. Вот вы что получаете. И не потому, что губернаторы плохие. Потому что правила игры. Вот они мои. Институты. Такие. И люди предельно, рационально действуют в этих правилах. Поэтому изменится, изменится. Когда центральная власть ослабеет, но не лучший вариант, потому что тогда бардачком так это будет идти, как было в 90-е. По уму, если центральная бы власть понимала, что децентрализация, первый шаг, федерализация, необходима. А сейчас мы видим, кипяя, это же в другую сторону. Ребята, вам 25 показателей и отчитаться. Особенно мне нравится уполовинивание бедности и доведение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.